Я назову точно два. Первый, что у нас в Одноклассниках много возрастной аудитории, а второй, что у этой аудитории нет денег. Пользование Одноклассниками точно такое же, как проникновение интернета в стране. У нас Москва и Московская область на первом месте. Немножко у нас смещен Санкт-Петербург, потому что в Санкт-Петербурге все-таки есть такой довольно большой культ ВКонтакте. Дальше идет Екатеринбург, Новосибирск и остальные города. Если говорить про самые популярные сообщества и бренды, то естественно, одни из самых крупных сообществ это Сбербанк, Киндер, но также крупными сообществами можно назвать и пабликой, потому что они тоже бренды, они уже зарегистрированы как бренды, они продают свои услуги. Здесь бы я привел в пример Workout, Bon Appetit и другие проекты. В Одноклассниках на самом деле довольно много люксовых брендов рекламируется, но если говорить про те, у кого есть свои сообщества, то мы видим хорошую эффективность ведения сообщества у Дольче Габбана. На самом деле, к концу этого года мы хотим стать социальной сетью, у которой есть самое большое разнообразие рекламных форматов. Если говорить, например, про то, что есть у нас, а чего нет у других, то это, прежде всего, наверное, сейчас актуальный Canvas. Мы запустили его несколько месяцев назад и теперь любой бренд, любая группа может создавать мобильные лендинги. Это mobile-only формат, которого нет пока у других в России. На самом деле, принципиальных различий не так много. Если говорить про то, чем там аудитория одноклассников отличается от ВК, на мой взгляд, это все-таки паттерны того социального графа, который, паттерны поведения и социальный граф, который у тебя есть в социальной сети. То есть, например, во ВКонтакте это больше там аудитория твоей школы, института, в одноклассниках это твоя семья. И, на самом деле, это очень сильно влияет на то, как человек реагирует в социальные сети. Например, пользователь одноклассников всем известно намного добрее. Сейчас для ведения рекламных кампаний в одноклассниках ВКонтакте не так много инструментов, потому что это разные социальные сети, но есть MyTarget, с помощью которого можно запускать рекламу, в том числе мобильных приложений, кроссплатформенно, кросс-сеть. Наверное, самый сложный спецпроект, который мы сейчас обсуждаем с технической точки зрения, он только будет. Мы хотим интегрировать бренд в приложение для стриминга и сделать для него маски. Таким образом, нужно непосредственно разрабатывать маску и элементы не только Face Recognition, но и там обнаружение других вещей на, например, банке, да, на картинке, которая идет в стриме. Кейсов по прямым трансляциям, на самом деле, довольно много. Если говорить про рекламные кейсы, то бренды просто научились использовать трансляции для коммуникации со своей аудиторией. И это очень радует, потому что это не смотрится рекламно. Приведу пример. Например, Marvel делает, привозит в Россию героев Стражей Галактики, делает с ними прямую трансляцию из кинотеатра «Октябрь». Это, с одной стороны, реклама их фильма, с другой стороны, это общение с киногероями. И, соответственно, задавая вопросы из «Оклайф», когда в прямом эфире люди пишут им вопросы, это дает очень хорошее вовлечение и большое количество просмотров. Еще есть несколько примеров, в том числе, например, «Космостарс» на селе делали стрим с космонавтом и продвигали его с помощью промо-постов, получили хороший охват. Был еще интересный кейс Леруа Мерлен, когда коллеги сделали интересный креатив, они поставили лед и начали топить его обогревателем, и пользователям нужно было угадать, за какое время лед растает. Это время было, насколько я помню, порядка 20 с чем-то часов, чего не ожидал никто. Но это был довольно интересный трактив, потому что они привязали еще количество обогревателей к активности в группе. То есть, чем активнее люди писали и отвечали, тем больше обогревателей они добавляли. Соответственно, угадать было довольно сложно. В «Одноклассниках», если не ошибаюсь, смотрел порядка 800 тысяч людей. Это хороший охват, при этом бренд не тратил ничего на промотирование. Трансляция, благодаря интересному контенту, сама попала в топ видео-витрины. Мы оценивали его, я, наверное, не буду называть сумму, на тречи миллионов долларов. И сейчас мы сделали свою партнерскую программу, и большинство сообществ сейчас переключаются на нее. В чем плюс партнерской программы? Потому что она, соответственно, задача уменьшить нагрузку на пользователя рекламы, потому что раньше я увидел рекламу от групп и от социальной сети, и она была неконтролируемой. Мы уменьшаем рекламную нагрузку, делаем рекламу лучше, потому что мы контролируем качество этой рекламы. И для рекламодателя это прозрачно и эффективно. Для того, чтобы создать свой подарок, на самом деле, нужно не так много денег. То есть, старт подобного спецпроекта начинается от 2 миллионов рублей. И, на самом деле, может уходить там бесконечность, но это зависит от анонсирования, от KPI, который бренд хочет получить на проекте, и от платформы мобильной или десктоп. Одноклассники — это один из самых больших интернет-кошельков в России. Я бы даже, наверное, сказал самый большой. Мы не раскрываем количество людей с привязанными картами, но там это миллионы-миллионы людей. Да, у нас есть такой формат работы с партнерами, когда они устанавливают виджет оплаты у себя на сайте. Таким образом, пользователь, заходя на сайт, например, Litres, хочет купить книгу. Он проходит авторизацию через ОК и оплачивает карту с привязанной в Одноклассниках. Таким образом, оплата сразу проходит, ему не нужно убивать дополнительные данные. В Одноклассниках есть возможность создавать приложения. Прежде всего, это приложение для групп. И группа может создать как приложение для себя, так и там кто-то может создать приложение для всех сообществ в Одноклассниках. И многие бренды этим пользуются. Они создают приложение непосредственно для себя. Например, Dog Plus. Они создали приложение, в котором пользователь может получить консультацию непосредственно в Одноклассниках. То есть, весь функционал Dog Plus они сделали внутри, на базе нашей платформы приложений. Таким образом, мне не нужно идти на их сайт, заказывать там что-то. Я буквально нативно в социальной сети могу выбрать, оплатить с привязанной карты внутри социальной сети и воспользоваться услугой. Я думаю, что таких партнеров в ближайшее время будет много и у нас будет определенный новый продукт для них. Я думаю, можно сделать дешевле, чем 300 тысяч рублей. Если у вас есть бургерная в центре Москвы, вы на самом деле можете использовать супер георекламу. Это нововведение, которое появилось на самом деле довольно давно, но количество рекламодателей, которые о нем знают, оно не так велико и постепенно конкуренция именно за этот таргетинг растет. Можно, например, выделить бизнес-центры, которые находятся рядом и сделать им какое-то предложение. Например, ты работаешь рядом, приди к нам на бизнес-ланч. Можно выделить просто какой-то сегмент аудитории. Да, например, фанаты футбольные, которые едут на матчи, хотят перекусить до или после матча. Таким образом, мне кажется, это можно сделать за довольно меньший бюджет эффективно продвинуть бургеру. Я, наверное, не буду говорить, верю ли я в чужий продукт или нет, но есть определенная сложность в предсказании поведения человека, но ряд действий, они известны нам уже сейчас. Например, всем утром просыпаемся и завтракаем. Все мы вечером приходим домой после работы и, не знаю, ужинаем семьей. Есть определенные демант-моменты, то есть моменты в жизни человека, в которые реклама может сработать эффективнее. Есть уже рекламные системы, которые размещают рекламу в определенное время. Собственно, в MyTarget ты можешь также выбрать определенное время, но это зависит от поведения конкретной, там, твоей целевой аудитории, как ты можешь ее настроить для себя. Соответственно, здесь важно знать, важнее знать какие-то инсайты. И мне очень нравится, на самом деле, технология оффлайн-то онлайн, да, когда, например, магазины, там, трековую аудиторию, которая заходила к ним с помощью определенных устройств, считывают мак-адреса, потом дают на этих пользователей рекламу. Это намного более релевантнее, потому что это те, кто уже проконтактировал. Ты можешь, конечно, lookalike построить на основе этой базы, но, тем не менее, это, на мой взгляд, наиболее точный интергетинг. Если говорить про аудиторию киберспорта, то, мне кажется, независимо от платформы, больше всего сейчас смотрят Dota. Мне кажется, это связано с несколькими вещами. Во-первых, политика крупных компаний, которые запрещают быть спикерами, обычно, digital, в том числе, людям. Во-вторых, наверное, просто потому, что людям часто нужно перебороть себя, чтобы прийти на интервью к Владу. Потому что нужно научиться говорить. И, на самом деле, кроме того, что ты делаешь, нужно учиться продавать то, что ты делаешь. Это сложно.